или свежесформированного из Германии. Мы его тоже бьём и двигаемся дальше. Артем Юрьевич, вот есть интересный вопрос. Спрашивают, когда же всё-таки будет лекция про освобождение Смоленска? Будет обязательно всё будет. Вот я, что называется, объездил 6 городов в ноябре. Вот я наконец-то из череды командировок вышел, выдохнул. И обязательно сделаем Смоленск, потому что я хочу его, опять же, взять. Давайте уж раз начали. Вы приводите контрудар по бауценам, как пример силы вермахта в апреле 45-го. Но там немцы убили 5000 поляков и остановились. Не слабовато ли на фоне миллионных армий? Ну, не будем забывать, что это апрель 45-го. Там и поляки попали, там на самом деле попал и мехкорпус советский. Последних взяли там сколько-то 200 или 300 пленных. Ну, то есть это показывает, что вермахт был боеспособен, способен был наносить контрудары достаточно чувствительные. Они привели к оперативным последствиям. Дрезден поляки взяли, не взяли. Они вынуждены были от вот этого бега к Дрездену, который бы у них наверняка получился. Если бы не вот этот контрудар под бауценом от Барняковского, наверняка поляки бы взяли Дрезден. И мы бы знали не только про студианки танковые. И обязательно бы в четырёх танкистах и собаках наверняка бы обыграли Дрезденское направление. А так не получилось. И объективно так бы наверняка придумали, как там Гуслика и других членов экипажа танка Руда и отправить под Бауцен на Дрезденское направление. А так там эффект от этого контрудара был вполне чёткий, оперативный. Срыв планов Красной Армии и 2-й армии войска Польского. Илья, простите, ради бога, да, действительно, Челобанов, извините, если я неправильно назвал фамилию. Челобаев. А, Челобаев. Ради бога, простите, ещё раз душевно извиняюсь. Просто, ну вот, сами понимаете, первых, буковки маленькие, у нас планшетик маленький. Поэтому, вот. Глаза уже не молодые. Глаза уже не молодые, уже всё. Да, чтением, да, архивных документов измученных.